Медицинская маска уже успела стать привычным аксессуаром для многих самарцев. Масочный режим действует в области с 1 мая. Пользоваться средством индивидуальной защиты необходимо во всех общественных местах, в том числе во всех помещениях, магазинах, аптеках, социальных учреждениях, а также транспорте. Однако сейчас, согласно новому постановлению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, масочный режим усиливается. Теперь ответственность за его соблюдение возложена и на юридических лиц. Сейчас любые организации, где люди должны находиться в масках, могут гражданина на законных основаниях туда не пустить. Право нарушителям в данном случае выступает как организация, которая допустила нахождение гражданина без маски в своем помещении, в частности магазин, например, розничной торговли, ну и также гражданин. Следить, надевают ли самарцы средства индивидуальной защиты, должны руководители бизнеса, учреждений, продуктовых точек и аптек. В противном случае их ждет штраф. Причем под административную ответственность попадают не только юридические лица, но и сами граждане без средств индивидуальной защиты. Главная цель – это не оштрафовать, говорит глава города Елена Лапушкина, а позаботиться о безопасности самарцев. Будут проводиться контрольные проверки. Завтра мы максимально будем оповещать все учреждения о том, что введено вот это изменение. А уже со среды, конечно, будут проводиться контрольные проверки, контрольные мероприятия. Очень надеюсь, что штрафов не будет, потому что все люди поймут свою ответственность. На этой неделе в Самаре планируют запустить общегородскую горячую линию, куда любой желающий сможет позвонить и сообщить о нарушении масочного режима. Мария Левина, Николай Епифанов, События.